Ребят, мы уже находимся в Лапшичнике. Острое, преострое вообще. Просто офигенско острое по-сычуански. По-сычуански. Конечно, пробуй вообще. Жесть, просто жесть. Мы к пышочкам здесь ходили. Да. Доходили до того, что всё затопило, пока мы ходили где-то. Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Уэз Мэн. Сегодня суббота, 23 число. Не февраля, конечно, но всё равно праздник. Сегодня красный день календаря. Как-никак, суббота. И только что буквально закончил рабочий день свой. На самом деле, солнце уже опускается всё ниже и ниже. И у нас сегодня вообще ватное какое-то состояние, ватное настроение. У нас были планы грандиозные просто, но мы не сможем их сегодня осуществить, потому что очень холодно на улице, и мы хотели погулять. И просто у нас остаётся чуть меньше трёх недель, которые мы проведём в городе, в Омске. И хочется больше погулять, посмотреть, походить к каким-то кафешкам, всё такое. Потому что что будет дальше, даже мы не знаем. У меня... Я сегодня проснулась с чувством жуткого мандража. Какого-то. Во-первых, Миша меня разбудил, я вообще сильно напугалась. Ну ладно, я лунасил. Вот. Какой-то жуткий мандраж начинается, потому что реально кажется, что мы вообще ничего не успеваем, что нам нужно продумать абсолютно весь путь, где что останавливаться, какие вещи мы забираем, какие вещи мы отсылаем, какие вещи мы вообще оставляем здесь или выкидываем. И как мы вообще поедем? И вообще, что дальше? Это капец. Где жить? Где что вообще? Короче, ладно, у вас сейчас вообще ещё хлеще начнутся мысли, потому что вы вообще не понимаете, о чём мы сейчас говорим. Потому что мы до сих пор ещё толком ничего не объяснили. Уж сами ещё ничего не понимаем. Мы уже в машине походим. Да, но дело в том, что нас ждёт дикий трип по стране. Вот. Ну а сейчас, короче, мы хотим пойти в эту лапшичную, где есть крафтовое пиво, отведать его, потому что мы оба, в принципе, подвыздоровели. Мы позвонили одним друзьям. Позвонили другим. И никто не может. Никто не может, либо не хочет, либо ватное настроение такое же, как у нас. Ганна такая же, как мы, ватакарка. Всё, мы, короче, мы выдвигаемся. И у нас снова меняются планы, друзья. Только мы собрались и решили ехать в лапшичную, там, где крафтовое пиво продаётся, которое мы хотели давно попробовать. Да, мы хотели, решили ехать на машине, хотели только попробовать лапшичную. Хотели до этого на такси, чтобы пиво там попить. Но передумали. Передумали, да. И вот, Алиса внезапно сказала моему папе, что там крафтовое пиво продаётся. И папа, оп, пиво крафтовое, прикольно. Надо попробовать. Буквально за минуту мы решили уже, что мы едем все вчетвером. Да, вот. Вот, и всё-таки отведаем, посмотрим, что за пиво такое, что там... Ну, месяц, а я обратно поеду за рулем. Да, я туда, а Алиска обратно. Так что пойдёмте-ка на разведку, посмотрим, что за лапшичная такая. Ребята, мы уже находимся в лапшичной. Острое, преострое вообще. Просто офигенско острое по-сычуански. По-сычуански. Попробовать. Конечно, пробую вообще. Отведай. Я ещё жижки попробовал. Но вот жижку, наверное, не стоило мне сразу пробовать. Надо было размешать после этого. Мы пьём пиво. Это, короче, типа... На самом деле, крафтовое пиво. Да, Алиска, алиска, алиска за руль, за руль царица. Вот. Дело в том, что варится оно в Екатеринбурге. По самым традиционным традициям, грубо говоря. Самым начальным, как давным-давно начинали варить. В общем, прикольный. Прикольный пиво. Хотя мы как бы не любители всякого такого, но... Ну, нормально. Ребята, это... Это нужно попробовать, чтобы понять. Потому что у меня всё просто так горит во рту. А мне вкусно гримонарк. И у тебя лапша не острая. В следующий раз буду... В следующий раз неострую попробую. Потому что она прям очень... Ну, на самом деле, ребята предупредили, что лапша острая вот. Вот там вот сзади кухня. Не зря по этому с пивом всё это надо пить. Да. Это реально по поводу только с пивом можно. Дышать. Даже тяжело. Потому что это же то, что не острое. Острое. Ух. Короче, ребят, если придёте в лапшичную, обязательно придите. Обязательно приходите сюда. Потому что, блин, это интересно. Насчёт острой подумайте, потому что она очень острая. Если вы любите прям дико острое, то тогда берите. Ну, и без пива как бы нет смысла её брать, потому что вам нужно будет чем-то закрывать. Хотя, может... Чай бесплатный. Да, кстати, зелёный чай бесплатный. А ты чё пила? Яблочный мясо и лимонад. Потом взяла сейчас чай. Потом прочитала, что, кажется, я могла взять без лимита ещё раз яблочное мясо и лимонад. Я не увидела. Вот это, кстати, мой острый остался. Но там жижка в основном. Я сейчас Алискин ещё заточил. Там тоже жижка осталась. Вот. Попивокиваю пиво. У меня светлое, но с цитрусом, типа. Прикольное, очень прикольное. Правда, стоит, сейчас скажу, сколько бутылочек стоит, 200 рублей. Я думаю... В Екатеринбурге. Я думаю, это стоит того, то есть, ну, как бы... Сколько оно у нас стоит в Екатеринбурге? Да, кстати. Кстати, напишите. Интересно, какую Наташечку делать. А сейчас небольшой отзыв о лапшичной от моей мамы. Мне здесь понравилось. Вот, коротко я. Приходите. Папа берёт пиво с собой, чтобы дома распробовать его ещё лучше. Короче, ребят, Омск, Яблонька. Это у нас Лермонтово 8. Лапшичная с большим цветком в маленьком окне. Как-то так он называется. Ну, ВКонтакте можете найти, кому интересно. Вот. Обязательно приходите. Тут классно. Тут классно встречают вообще. Как минимум. А как максимум здесь вкусно. Подошли мы к Иртышу, решили прогуляться перед тем, как домой поехать. Причём мы же гуляли вот сколько-то недель назад. Помните, да, недавно мы только здесь гуляли, показывали офигенские закаты. И смотрите, докуда Иртыш дошёл. Он всё поднимается. Я никогда в жизни ещё не видел настолько Иртыш высокий. Папа говорит, что это в Казахстане открыли плотину, потому что их начали там топить. И они открыли плотину. И всё пошло к нам. Ну, это капец. Это какая-то Волга 2, блин. Почи, какие миссии. Хочешь, плавай, хочешь пей? Жесть, просто жесть. Мы пешочком здесь ходили. Доходились до того, что всё затопило, пока мы ходили где-то. Я такого реально, я первый раз в жизни вижу вот это вот в Омске. Настолько сильно ещё не поднимался Иртыш. Не знаю, сколько это, метра три, наверное, если так-то подумать. Поднялся? Да, мне кажется, все 4-5. Потому что, блин, мы вот с Гусевым фоткались здесь. Мы спускались вон там, ходили. Мы с тобой ходили позже, да. Ещё там она была. Просто жесть. Мы смотрели за парапет, и там где-то метр был. Да. Это я в шоке, если честно, от этого Иртыша. Я бы, знаете, что хотел? Ну, Алиска запрещает это делать. Но я бы на следующие выходные, мы же поедем на тусу, на тусе, я бы хотел взять лодку резиновую и вплавь там на другой берег, на Иртыша отправиться. Там Катя не разрешила. Это да, я знаю. Чёрт. Тут не то, что даже Алиска, Катя, он запрещает. Так высоко Москва ещё не стояла. Когда я работал, мы со второго этажа Москвы, со второй палубы, ну, мы не видели, что на берегу творится. А тут, вы понимаете, да, что уровень, уровень просто выше, выше берега. Прямо по кайфу. Это, блин, на самом деле, вы думаете, наверное, чего мы так удивляемся, но это на самом деле очень такое эксклюзивное событие. Потому что такого ещё не было. Попробуем прогуглить, насколько вон... В наше время. Что, насколько поднимаюсь вода? Да. Ты же про воду говорил? Да, да, да. Папам! Вот как вот, идёшь, идёшь, идёшь и, короче, всё. И пришёл. Как будто ещё туда уходит. Она ещё туда вниз. Нет, 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 туда вниз уже не уходит. Да, да, кстати, смотрите, всё продумано. То есть на разные уровни реки всё продумано. Мы сейчас внезапно просто шли и увидели школьников. Сегодня, типа, последний... Ну, сегодня там ещё эти дни последние звонки. И я понял, что 10 лет назад я закончил школу. 10 лет назад. Это очень много. Это очень-преочень много. Сели в машину. Мы тут как раз напротив этой лапшичной. Я почему говорил про цветок? Потому что здесь нет ни одной вывески, ничего. Но вы, в принципе, можете понять, где это находится. Вот это прямо угол яблоньки. И здесь ещё дом художника. И там Крем Холл кафе. Всё, друзья, мы дома. И всё-таки у нас получился сегодня поход. Несмотря на то, что как бы всё, как бы, кажется, пошло не так, как мы планировали. Но всё равно мы пошли с родителями гулять. И вместо другого места, короче, куда мы планировали пойти и прогуляться в другом месте, мы пошли в другое место и прогулялись в другом месте. И ужинали в другом месте, а не в том месте. Да, но мы ещё сходим, и я думаю, мы это заснимем. А сегодня, в принципе, прям классно тоже провели время. И открыли для себя новое место в Омске. Интересное, кайфовое, которое мы можем вот так вот, не стесняясь, можно сказать, посоветовать вам. Лапшичное с окном... Да, с большим цветком, с маленьким цветком в большом окне, как-то так. В общем, ищите в Контосе, я думаю, мы, может быть, даже репостим где-то, сделаем что-то такое, чтобы вам было проще найти. И обязательно, если вы в Омске живёте, сходите, попробуйте, если вам, конечно, больше 18, чтобы попить пиво, например. А если нет, то можете прийти просто... Не надо пропагандировать. Нет, я не пропагандирую. Можно и лимонад, лимонад, кстати, очень вкусный, мне понравится. Можно даже зелёный чай на халяву попить. Да, бесплатно. Да, самая фишка, даже не в пиве, а в лапше. Лапша просто отменная. Ребятам огромное спасибо. Блин, лапша правда. Мы всё-таки с говядиной пробовали, да? Я ничего не понял, я по-сучуански ел. А, ну да. Вот. Очень острое, но кто любит острое, тот оценит прям как надо. Вот. Ну и всё, друзья, на сегодня всё. Мы уже дома, сейчас будем монтировать лок, куда спать ложиться. Всё, увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Кстати, может, Евровидение ещё посмотрим? Да, посмотрим. Можно было бы посмотреть. Да. Посмотрим. Всё, увидимся с вами завтра. Покеда! Выходной, наконец-то. Завтра выходной. Покеда! 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 Покеда!